Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы бы тоже в Гурзуфе остановились, но уже в Ялте седьмой год. Бабы Нюры каждое лето как-то уже сроднились. Хотя в Гурзуфе сейчас, конечно, лучше, спокойнее. А в каком смысле спокойнее? В Ялте на каждом шагу какие-нибудь карманники, аферисты. А в Гурзуфе их уже не осталось. Там новый начальник милиции за три года всех к ногтю прибрал. И берег Крыма, Алтка, Ялта, Семи и Змисхоц. Но все они проигрывают в Римах, когда увидишь мой афелизор. Сейчас в Гурзуфе температура воздуха плюс 25 градусов. Температура воды плюс 20. В конце концов, желаю вам приятного болта! Чем же тебе угощать? Айнур, пронеси даме яблоко. Яблоко не хочешь? Айнур, неси банан. У нас нет бананов, Владимир Иванович. Откуда у нас бананы-то? Я знаю, кого есть. Внизу возьми. Не здесь внизу. Яблоко в подвале у них. Там все есть. Сейчас банан тебе принесут. Алена, не позорь меня. С ногами за стол. Выгнать ее, Родион Ильич. Да ладно, чего ты, садись. Чего у нас с Новенького? С утра в парке шерстили какие-то солетные с наперстками. Ну, Юль и Чапай объяснили, что делать им тут нечего. Разбили нас и отправили в Ялту. В нем на пляже был неприятный случай. Работягу из Харькова кто-то обул на все деньги в карты. Это я знаю. Он уже заявление написал. Девчонки и мальчишки. Воложки, танки, пешки. В вкусную и большую никто не разогрет. Горит костер прощальный. И песни жу печальны. И звезды золотятся. И шелестик приход. Прощай, Артек, любимый, Родной неповторимый. Твою красу и славу мы заберем с собой. Привет. Давайте сразу дальше, Серёжа, начинай. Нам все дороги по плечу. Мы станем детскими врачами, а я к Сатурну полечу. А я разведчиком в Майами. Гордимся мы такой страной, где можно выбрать путь любой. Боря, я буду... Я буду расщеплять урок. Я в спорте Родину прославлю. Я напишу большой роман. А я ошибки в нем исправлю. Растём мы вместе со страной счастливых, светлых, ярких судеб. И никогда, Артек, родной, мы в этой жизни не забудем. Молодцы, перерыв пять минут. Только не разбредаться. Воду попили в туалет, сбегали назад. Ась, ты поздоровалась с дядей Родион? Здравствуйте, дядя Родион. Иди погуляй. Не хочу. Иди, иди. Нельзя всё время читать. Книжка тебя будет ждать здесь. Случилось чего? С чего ты взял? Может две недели, как не появляешься? Нет, просто занята была. Появился кто-то, скажи, что ты не ждал? А ты ждал? А, Нина, что происходит? Извини. Да нет, никого нет. Появится, я скажу. Мы же договаривались. Сегодня придёшь? Почему ты никогда не приходишь? Потому что у меня удобнее, у меня никого нет. У тебя дочь. Азейка рядом. Да, удобно. Какими судьбами, Родион Ильич? У нас всё как договаривались. Цехвики, бобры, варьё всякое. Директор рынка, начальник столовой. Ну, что мы не понимаем? Простой человек. Работает, копит весь год, чтобы летом на море поехать. Зачем его убирать-то? За что? Простой мужик из Харькова. Честный трудяга. Весь год трудился, копил, чтобы летом с семьей на море отдохнуть. Накопил, приехал. Только сегодня, пока его жена с дочкой были на экскурсиях, его на пляже кто-то носил бабки обув, в карте. Не мои, Родион Ильич. Чем хочешь, клянусь, не мои. Чьи? А мало ли их сюда ездят. Ну, что, за всеми же не уследишь? Я понял. Ну, так Чапаю и передам. Не может Боскан за всеми на пляже уследить. Понял. Ну, зачем сразу Чапаю? Родион Ильич, реши ему проблему. Найдём паршивцев, вернём деньги. Завтра в двенадцать крайний срок. Внимание. Методист Алина Морозова. Срочно подойдите ко второй проходной. Повторяю. Методист Алина Морозова. Срочно подойдите ко второй проходной. А зачем нам ко второй проходной? Раз, два, три, четыре, четыре. Мам, не грозит локоть. Раз, два. Коша, Гая, Турцове. Это сменок комсомола, Фея Одесский наш отряд. Сильные, спелые, ловкие, умелые. Алина Павловна. Да. Следуйте за мной. А вы кто? С вами хотят поговорить. А что, собственно, происходит? А происходит, Алина Павловна, собственно говоря, вот что. Смотрите, подключите, 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 подключите. Привет! Пожалуйста, это ты, как я соскучилась. Где ты была? Я тебе писала. Письма обратно приходили. А мы адрес поменяли. Испугался ты мой муж Аркадий, знакомься. Ну, неиспорительно меня так. Это она заставила меня вас пугать. Я вам поверила. Почему ты не писала сама? Ты знаешь мой адрес. Ты позвонила бы в Артек, меня бы нашли. Я тебе все расскажу потом. Ну-ка, кто это у нас такой большой вырос, а? Аркадий. Ну ладно, ладно, все. Ася, я тебя помню маленькой, с косичками. А вы кто? А я тетя Регина. У вас с мамой какая фамилия? Морозова. Ну, так у меня до замужества тоже была Морозова. Значит, у тебя, получается, кто? В моем детском доме фамилию дали. Ну, так мне тоже в детском доме. У нас детдом был имени Павлика Морозовой. И у всех детей, у кого вы не знали фамилии, давали фамилию Морозов. А зачем вы с дяденькой мамой напугали? А у нас с твоей мамой игра такая. Я с детства я пугаю, она боится. Понимаешь, я тебя тоже напугаю, а? Чего ты? Вась, ну не дуйся. Я не люблю, когда голову трогают и пальцем живот тычут. Все, я обещаю, я больше не буду. Ну, Меремия, ну что ты? Я тебя почти год не видела. Я вообще думала, может быть, никогда больше не увиделись. Хотела в отпуск поехать в Москву. Думала, если ты меня видеть не хочешь, только хоть на тебя на сцене посмотрю. А мы с Аркадием ушли из театра. Как? Почему? Ну, так получилось. Сколько? Да ел ты! А где вас только берут таких крохоборов? Вот где совести нет, а? Три червонцы до Ялты. Это вы слышали? Три червонцы до Ялты. Да я еще таксопарку звоню, узнаю, кто у нас государство такие цены лопит, или таксисты такие борзые. Похоже, наш фраерок. Три червонцы до Ялты. Совсем он борзый. Угу. Поехали. Товарищ, тебе куда? В Ялту? Садись третьим будет. Червонец в носу. Червонец до Ялты. Не, я лучше на троллейбусе. Поедем уже? Нет. Слышь, мужик, я пятнадцать дам. За пятерку поедешь? Так это ж совсем другой разговор. Багалечки какие? Ага. Долго еще ехать? Часа полтора. За скуки сдохнет. Может, в карты сыграю? Товарищ, в партейку? Я за любой кипиш, кроме мордобоя. Зачем, дева, плачешь? Зачем, дева, плачешь? Зачем, дева, плачешь? Зачем слезы льешь? Это вам не куриц вдоль забора гонять. Я у нас на шахте лучший игрок. А давай еще партийку. Должно же мне тоже повезти. Так. Ставлю трешку. Хочу сразу отыграться. Ну? Поддерживаю. А денег не жалко, пасота? Чего ты за корыта, а? А, братишка, выручай, а? Колесо пробило. Домкрат нужен. Есть у тебя? Помоги, а? Нет, 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 давай. Нечего срывать. Играет музыка. Играет музыка. А луж-то Ялты семи смесхонок, Но все они толпой проходят мимо, Когда увидишь с моря и с гор. Иди! Гурзу! Тебя прекрасней вернее! Любой душе оставишь след! Живи еще сто тысяч лет! Все вместе! Гурзу! Тебя прекрасней вернее! Живи еще сто тысяч лет! Я люблю тебя! Гурзу! Гурзу! Звучит как тост! Гурзу! У нас рабочий день окончен, имеем право. О, Галина Петровна, день рождения, я тебе говорил. Поздравляю, Галина Петровна. Спасибо. Садитесь с нами, товарищ капитан. Да нет, спасибо, я на минутку делаю еще. Отдыхайте, товарищ. С ума сошла? А если бы остался? Сидел бы с таким лицом. Весь праздник испортил. Да не остался бы он. Молодец, Галь, все правильно сделал. Ну, ладно, извините. Ну, ладно, извините. Лады и приходят. По несколько лет стоят в толпе, ждут рост со словами. А я через год уже Джульетту играла. Везло. У нас Джульетта Сизова играла, полтинника вся девочка. Как-то заболела и меня обвели. А на этот спектакль пришел какой-то известный критик и статью написал. А, да-да, я помню. Юная Регина Морозова в роли Джульетты. Пожалуй, единственное светлое пятно в этом спектакле. Жаль, она не смогла заразить своих партнеров по сцене живыми эмоциями и энергией. Да, точно. А потом чайка. Я Нина Заречная. Что тогда началось? Какие интриги, сплетни. Я была любовницей главного режиссера, известного драматурга, секретаря горкома, еще кого-то. Я не помню, кого. Слава Богу, Аркадий был рядом. Иначе я не знаю, как я бы все это пережила. Что потом? А потом еще интереснее. Наш театр курировал какой-то хряк из Минкульта. Енота фамилия. Ну, как-то выхожу из театра, он стоит с цветочками у машины. Говорит, Регина Павловна, поехали, ресторан заказан. Я говорю, да нет, спасибо, я как-то не хочу. Он говорит, что же вы так, со мной нельзя так разговаривать. Мол, ты есть тем и с этим, а мной брезгуешь. Ну, не хотите по-хорошему, давайте по-плохому. И взял меня так сильно за руку и потасил по машине. А Аркадий меня ждал на скамейке. Ну, дал в морду. Из театра нас поперли, другой не взяли. Ну, устроились дворниками, чтобы как-то комнату снимать. Господи, какие они там все гады, Регина. А что потом? Потом начали пить. Ссориться начали. А дальше все было очень хорошо. Подработки начались? Какие подработки? Разные. Так. Ну, Итик, прекрати плакать, я же тебе говорила. Слабых этот мир жирает первыми. Мне тебя жалко. Я тебе напишу заявление. Только попробуй. Иди домой. Входит, он жалуется. Иди, иди. Я кому сказала? А ты чего приехал? Ты ж дежуришь. Я здесь Мария по вызову. Соседи звонят, жалуются, крик на всю улицу. Что за скандал? Так это дед Митяй, он Юрку с Федькой на своем винограднике с копьем застал. Ну, мы уже разобрались по-соседски. Едь дежурь. Могу я в дом войти? Я ж говорю, мы уже разобрались. Едь дежурь. Могу я в дом войти? Что они там делали? В засаде лежали. Кого ждали? Крыса виноградная. Крыса виноградная? Тарас! Нельзя детей бить! А этот Пифагор где? Задачки решают, где ему еще быть. Бегите, не показывайтесь папе на глаза. Задачки это, конечно, важно. А то, что у тебя братья скоро бандитами станут. Ты старший, должен их как-то воспитывать. Воспитывать? Воспитывать иногда личным примером, а не бессмысленными нотациями. Что это за часы? Дядя Яша подарил. Какой дядя Яша? Не знаю, я его раньше не видел. Зашел, часы подарил. Пока я был на работе, к нам домой заходил какой-то дядя Яша? Мама просила тебе не говорить. Но я считаю, ложь унизительна. И долго он тут был? Он и сейчас здесь. Когда дед Митяй Юру Сведей привел, мама его с рая спрятала. Могу я дальше решать? Да-да, сынок. Решай. Решай. Ты чего на работу-то не едешь? У тебя же дежурство до вечера. Тарас, ты куда? Тарас! Тарас! Нас сладенькое потянуло, а? Ну-ка выходи за рублю! Ты чего сдурел, Тарасик? Это я! Яша Цыган! Ой, дурак! Он же к тебе приехал, а тебе с ним нельзя обидеться! Ты же подписку дал! Не успела выгнать! Дед Митяй пришел! Вот я его и спрятала сюда! Ты что подумал?! Да погоди, не ори ты! Ты чего приехал? Ну, как чего? Ты мне жизнь спас. Если б не ты, меня б уже не было. Ну, в лучшем случае, в тюрьме сидел. А так… Приехал в Крым, дай, думаю, к Тарасику зайду, спасибо скажу. Подарки привез. Яша Цыган умеет быть благодарным. Банку поставь. Ну, он взрослый мужчина. Я взрослая женщина. И мы иногда встречаемся без обязательств. Отлично устроился! Ну, нет, почему? Мы… Мы оба так решили. Ну, мне-то не ври. Любишь его? Уйду я от вас. Потому что никто меня здесь не любит. Ну что, Ася, я сначала твою маму пугала, а теперь тебя буду пугать. Тетя Регина. Какая тебе тетя Регина? Я Лиса Патрикевна. Уйди, Лиса Патрикевна. Не дам тебе мою девочку пугать. Мама. Потому что моя дочка – самая хорошая, самая умная, самая красивая, добрая и сильная. Давай лучше дружить, Лиса Патрикевна. М? Ладно, разберемся с твоим Родионом. Рик, пожалуйста, не надо. Я тебя очень прошу, не надо разбираться. Слышишь? Она смеется. Смеется. Ну, она же ребенок, она должна смеяться. Да я не помню, когда она в последний раз смеялась и улыбнется, и то праздник. Привыкай. У Аркадия еще никто не грустил. Да, здорово, когда мужчины любят детей. А твой Родион не любит? Ну, при чем здесь Родион? Просто я подумала, странно, что у вас нет своих детей. Будут у нас дети? Обязательно будут. КОН deux. Maar очень. Украина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОН 두els. Вам ведет тебя с окинули. Есть кто? Не ори, не дома. У нас беда. Сегодня на трассе ряпочкой с Гуршей заболели. Здесь Гурзов? Нет, на 2,3 километре. Так, а я при чём? Чапай говорит, это не просто залётные, а ему метка. А у вас с ним вроде как договор. С чего он решил, что это ему метка? В такси чемодан оставили. Там два кирпича, тряпки и книжка ещё была. Ага, да и угадаю. Автор Фурманов — Роман Чапаев. Да, на дело что-то, вдруг снова начнётся. Я не люблю, когда всякая швачь, дырявый мешок с дерьмом. Учеглазый клоун с мозгами кролика говорит мне, что надо делать. Не я, не Вань. Чапаю передай. Ещё раз мне с себя шестёрку пришлёт, речка не отделается. Я его в Турцию перезаставлю. Смотри. Видишь? Во. Это что, ножом так? Да это шрам от операции, дурень. Вот входное. Видишь? Ого. Пуля в печени застряла, доктор сказал, вообще чудо, что живой остался. Это хорошая примета. Будешь долго жить. Твоё здоровье. Медаль показать? У тебя медаль есть. Ага. Давай. Ого. Можно? Ага. За боевые застряли. Это же как на войне. Ну. Ну как? Красивая? Мария, вы просто богиня. Бо-ги-ня. Спасибо, Яша. Ага. Слушай, а чего ты с этим шляпой? Вы же как вроде друзья были. Ой, да. С какой шляпой? Со Стоцким, который нам всю жизнь исковерхал. Мария, ну не начинай. Выписали его из больницы. Сказали, выбирай, куда угодно могли поехать. Нет, поедем в Крым. Потому что Стоцкий в Крым поехал. Море детям полезно. И где оно море? У чёрта на рогах? Видим его раз в год. Нигде больше места не было, только в Бахчисарае. Конечно. А ты и подумал, что место освободится, и он тебя к себе в Гурзуф возьмёт. Да он и забыл, как тебя звать. Так, всё. Считайте, что не спрашивал. Предлагаю выпить за мир во всём мире. Мария, вы богиня. Вот это мне всё. Где уже? Да я добавлю. Можете спокойно пять дней жить, а тетя Эля только вчера уехала на свадьбу внука. Да, приедет, и мы разберёмся. Ух ты, ну давайте тогда совет да любовь. А тете Эле спасибо за гостеприимство. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я совсем забыла, что мы договаривались. Привет. А ко мне сестра приехала. С мужем. Здрасте. Родион. Я Аркадий. Очень приятно. Регина. Вы на неё не обижайтесь? Она не знала, что мы приедем. А вы проходите, присаживайтесь, выпьем, поболтаем. Да. Всё в порядке. Я на секунду, Полин. Всё в порядке? Да, извините. Так Родион, может завтра ещё? Отдыхайте, товарищи. Отдыхайте. Что в порядке? Он у тебя кто вообще? Он начальник милиции. Ух ты! Это же все Гурзовской милиции? Большой человек. Да. Да, я сейчас приду. Родион! Подожди. Я, я правда не знала, что она приедет. Да всё нормально. Вегина мой самый родной человек. Мы с ней выросли вместе. Я так хочу, чтобы мы как-нибудь посидели, пообщались, чтобы ты понял, какая она замечательная. Посидим. Обязательно. В другой раз, хорошо? Это ведь тот, про кого нам в поезде рассказывали. Ну, да. Надо его голос снять. Вдруг пригодится. Рик, ну я не Господь Бог. Видел его один раз, а то мелькан. Голос у него такой, не запоминающийся. Засыпиться не за что. Всё в порядке. Отдыхайте, товарищи, отдыхайте. Я только на секунду. Срочный вызов, всё в порядке. Отдыхайте, товарищи. Похож. Угу. Не-не-не, я всё. Ехать надо. Меня на работе уже потеряли. А Маша где? Детям сказку надо читать. Потом спать лежит. Ей в пять утра вставать. Подарок мой. Возьми себе на работу. Ты там будешь с пидолой самый модный. Ну, поехали. Отвезу тебя до гостиницы. Нет, там скорее всего номеров не будет. Для меня будут. Да ладно, чё-то я вон здесь на диванчике лягу. Только у меня же трое детей. Они всю ночь туда-сюда в сарты шастают. Ну чё, тебя беспокоить будут? Поехай. Ты вообще зачем в Крым приехал? Лохов на пляж трясти? Ну зачем и бежать? Я с этим завязал. Хочу в институт поступить. Изучать ИВМ. Ты сперва школу. Закончи, студент. Ну да. Сначала в школу, а потом в институт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Коля, Галина Петровна опять здесь. Я говорю, Галина Петровна опять у меня забрать надо. Давай быстрее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я здесь, Галина Петровна, заходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А нам надо поговорить, Родион. Ничего, что я на «ты»? Ничего. Галина Петровна, вы посидите, а я вам сейчас кофе сварю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну пью я ту гадость. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди сюда, ко мне. Рядом. Я здесь. Родион. Ну так нельзя жить. Все время один. Грустно. А я знаю, почему тебе так плохо. Тебе нужна женщина, Родион. Которая о тебе заботилась и любила. Так любила. Никто тебя так любить не будет. Иди ко мне. Вину пьете, Галина Петровна? Вину пью. Вина есть. Давай. Сейчас принесу. Угу. Аккуратно было. Ручка, ручка, ножка. Есть. Спасибо. Жалко Галину Петровну. Завтра ей опять стыдно будет. А давай мы ей ничего говорить не будем? Может не вспомнят. Родион как-то уснул и начал говорить во сне. Я лежала, слушала, ничего не поняла. Но одно я слышала точно. Он сказал Лиза. Так ты спроси, что за Лиза? Регина, ну мы не в тех отношениях. Хочешь, я спрошу. Ты с ума сошла? Не вздумай даже. Ну куда ты бежишь? Даже не вздумай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Понял! Понял! Hey! 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 Прошу вас, пожалуйста, быстрей! Пейте таблетки! Ехать надо! Ждут все! Во сколько я вчера с днём рождения ушла? Не поздно. Часов десять. Нужно запить. А куда ушла не видел? Направо, налево. Вы переодевайтесь, я вас внизу в машине подожду. Только, пожалуйста, быстрее. Коля! Ты ж вчера дежурил. Никто не звонил. Насчет меня. Только не ври. Иди. Ой. Ой, как стыдно. Да он и не злится вовсе. Он же понимает, что вы в таком состоянии, что вы вроде как и не вы уже были. Иди. 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 Пуля застряла в дереве. Ты че стоишь? Че стоишь жуешь сопли? Я все буду делать. Давай, 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 работай, работай. Я должен был ехать. Пашку попросил вместо меня. Считай, повезло. Наконец-то. Ну, где вас носят? Галь, я с кем вообще разговариваю? Галина Петровна, красненьки сделайте вон на том камне с кровью. Пальчики поищите. Редактор субтитров А.Семкин Ясерина Ах, ах, ах. Субтитры создавал DimaTorzok